Давайте, давайте, споем и помолимся, да? Благословенный Господь, Бог наш, Царь Вселенный, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки, аминь. Боже всемогущий, благослови Господь нашу эту встречу, это собрание, благослови Господь по богатой своей милости, благослови всех, кто будет подключаться, или сейчас уже подключился, да, уже подключились, братья, благослови Господь во имя Иисуса Христа Божия, и да прославится Твое Святое Имя Божие среди нас сейчас, в этом собрании, в этом общении, Боже, во имя Твое, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь. А что будем петь, что мы споем? Можем? Присесть можем, да? Или как? А есть сборник или как? Да нет, так мы обычно поем. А что споем? За Голгофу, за кровь, знаем, да? Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да, приветствую всех, кто уже подключился. Сейчас. Вот. Да, братья, надеюсь, с Рустами тоже подключились. Маякните, если кто с Рустами подключился, там, когда кто пишет сообщение, то там будет видно сообщение. Вот. Пока не видно, но информируйте, если Руставские уже подключились. Да, сегодня вас добрым словом вспоминали уже, слава Богу. Вот. И, значит, молимся, я не знаю, что, коль здесь, да, вот, значит, в Липецке, то и за Липецк, за землю Липецкую, за, вот, город, Елец, за Елец, да, вот, за область Липецкую, вот, и за Воронежскую тоже, потому что побывал вот на днях тоже и в Воронежской области, потому что там, вот, там был центр реабилитации Верхняя Хава, Воля, по-моему, называется так, село это, Воля, да. Вот. И очень понравилось тоже, и благоставляю, там братьев тоже, сестер. Вот. И тоже прошу ваших молитв тоже, особенно вот за Кавказ, вот, за эту поездку тоже, вот, и братья сейчас напомнили, как раз вот сегодня, так вот, в трансляции, в прежней дневной, вот, о себе напомнили, вот, о служении, вот, и вот один из примеров таких для меня тоже вот удивительных, кто подключился, сейчас я просто, Эстония, с Эстонией Павлодара, во, слава Богу, братья и сестры, приветствую, вот, и, вот, и, когда там дома провожу трансляцию, там, раз на мониторе читаю эти надписи, там, кто откуда что пишет, вот, и, кстати, за Эстонией я тоже вспоминал, как раз, и были сообщения о церкви Ольвиста, Ольвиста, вот, в Таллине, вот, где я был тоже, вот, и слышали, наверное, да, про эту церковь? Нет? Ольвиста? О, слушайте, это же, это история вообще, церковь Ольвиста в Таллине была центром пробуждения в Советском Союзе вот в 70-е годы, на протяжении всех вот 70-х, не помню, с какого точного года, 69-го или 70-го, даже прямо начало было, до 80-го года, до Олимпиады Московской, продолжалось такое очень сильное пробуждение, и вот, поэтому Ольвиста церковь, это, там собирались баптисты, там еще кто-то собирался, ну, и евангельские верующие собирались, молились, вот, вот в конце 60-х они молились там за Эстонию, молились за Прималтику, за Союз, пробуждение, чтобы было такое духовное, вот, и Песятники ревновали пробуждение вот в разных городах, вот в селах, так, по Союзу, но, значит, самое интересное, пробуждение началось не у Песятников, а у Баптистов, потому что обычно молились об этом Песятники, вот, но пробудились баптисты, вот, и пробуждение началось у них очень интересно, они, вот, в конце собрания стали молиться за людей, вот, и стали, после каждого собрания, вот, служители все выстраивались такой, как бы, ну, как игра ручеек, становились так рядком друг против друга, руки выставляли вперед, и все, как ручеек, все, кто был в собрании, проходили, вот, под их руками, как бы, вот, проходили, вот, сквозь, вот, этих служителей, и выходили, значит, собрания, и люди стали, вот, исцеляться, и при том, исцеляться, так вот, ну, от таких, ну, страшных, сам, там, недугов, и потом началось массовое, просто, исцеление, вообще, и такое удивительное, просто, событие, Союз был, тогда, то есть, потрясен, фактически, вот, отовсюду приезжали, люди даже по дороге ехали в Таллин, и по дороге, поезда, прям, исцелялись, вот, даже не доезжали, даже до Таллина, вот, очень интересно было событие, хотя пытались прикрыть, значит, это пробуждение, вот, там, чекисты, значит, но ничего не получалось, то есть, каждый раз сверхъестественно, что-то происходило такое, что, как бы, значит, больше уже не связывались, вот, последний, или предпоследний случай, когда пытались так вот, наглым образом, как бы, прикрыть это пробуждение, было, значит, событие, там, известно, чудо такое было, интересное, когда, значит, хотели в очередной раз показать, как бы, что это все подставные чудеса, инсценированные, там, туда-сюда, пригласили журналистов, значит, там, каких-то, значит, там, приготовили все, милиция, КГБ, значит, там, и дружинники комсомольцы, значит, целую команду собрали, короче, значит, и одного там комсомольца, нарядили специально подставным больным, нарядили его, ну, инсценировку такую создать, специально, чтобы потом, как бы, скомпрометировать, как бы, вот, и этот, значит, значит, ему, значит, сделали горб из фаби-маше, значит, и он должен был, как бы, туда, в собрании прийти, значит, как будто бы инвалид, горбатый, то горбун из Нотердама, да, это горбун из Сталина, горбун Сталина, как бы, я как бы брат Сталина, не Сталина, не Сталина, вот, значит, и вот, этот горбун должен был, значит, мнимый, пройти тоже, там, сквозь этих братьев, значит, там, и потом, значит, на выходе, там, должен разоблачить все это, искать, что так вот так, что его верующие якобы специально нарядили, так вот, не чекисты, а верующие якобы нарядили его, вот, и как бы, дали ему денег даже, ему, но его комсомольская совесть, короче, все-таки проснулась, как в ручье, он, короче, раскаивался, вот, он что-то в этом, и ничего общего не хочет иметь с этим больше, и что было все постановое, вот, значит, и там должны были были сотрудники милиции, там, значит, все, там, как бы, и братья должны были повязать, значит, мошенничество религиозное, ну и в газеты должны были прописать, ну так предполагают, потому что там журналисты были, то есть они наверняка должны были что-то там все это осветить, а получилось вообще все совсем по-другому, вот вместо там позор верующим был позор коммунистам, короче, позор был большой, короче, этот комсомолец прошел и орет, как резанный, короче, орет, что я горбатый, я горбатый, его братья успокаивают, ну, мы не боги, мы только молимся, но обычно истаряются все, но почему ты не истарился, мы не знаем, да я не был горбатым, вот еще, короче, короче, вместо боги Маше у него реальный горб появился, представляете, он стал реальным инвалидом, вот, и орет, значит, и плачет, значит, и все, значит, и милиция не знает, что делает, значит, там журналисты пытаются что-то фотографировать, его, короче, да, и он тут же все рассказывает, а верующие там возле него, они не дали сразу прийти к нему, там, всем остальным, и, значит, и говорят, что так, а так, значит, что вот смотрите, значит, мне денег дали, я должен был против вас, помолите за меня, потому что я, говорит, ну, не хочу быть инвалидом таким, вот, но его больше не видели, его тут же чекисты под белой ручкой, короче, и вывели, убили куда-то, его, короче, не до того, не просто того не видели, где он, что он, короче, куда его отвезли, ну, вот, после этого, вроде, как бы, значит, прекратили уже, вот, просто, ну, ну, видимо, страх, боже, такой, напал, как бы, больше уже не было попыток там, так вот, их скомпрометировать, вот, церковь Ольбестер, это когда было, в какие-то, 70-е годы, да, до 80-го года продолжалось, больше или меньше продолжилось до Олимпиады, а перед Олимпиадой, вот, братья потом рассказывают, они до сих пор говорят, ну, есть разное мнение, почему это все прекратилось вообще, одни одно говорят, другие другое говорят, вот, я был там, допустим, в Ольбестер, там, значит, братья старые, которые вот тогда были молодыми служителями, рассказывают, что, значит, возможно, из-за того, что пошли на, как бы, компромисс, вот, совестью где-то, вот, ну, короче, с ними попытались, там, чекисты, там, по-хорошему договориться, как бы, и, значит, попросили, вот, сейчас Олимпиада, будет уже, там, через год, вот, все, вот, уже в Москве, значит, иностранцев много будет, там, туда-сюда, вот, как бы, и чтобы служение было только на эстонском, то есть для ограниченного круга, потому что большинство всех, что русскоязычные, там, приезжали, вот, на эстонском, что ничего не поймут сильно, значит, как бы, что было только на эстонском служении, вроде, как бы, разогрили чувства некоторые националистические, там, у некоторых братьев, значит, там, как бы, те говорят, о, вроде хорошо, даже наоборот, наконец-то эстонский язык позволили нам в церкви, вот, а не понимали, что это было началом конца, вот, значит, потому что, значит, когда на этой волне, ну, это, знаете, как дьявол, разделяй, да, вауствуй, вот, значит, стали служение такие проводить, и все, так же молились, вот, братьевы, так же остановились, вот, этим, вот, этим, как бы, ну, таким, ручейком, но ничего не изменялось, то есть, как бы, больные, как бы, заходили, так и выходили, то есть, уже ничего больше не происходило, вот, то есть, вот, как-то интересно, прямо, вот, оно, как бы, пришло, и вот, так же, вот, так же, без всякого предупреждения, внезапно, как бы, так раз, и все, вот, не, были, потом, вот, некоторые чудеса, но это были уже крайне редкие, вообще, очень крайне редкие чудеса были, вот, и сейчас, там, вольности, ну, служение есть, конечно, там, собрании, проходит тоже. Мы тоже молились в этой церкви. Интересно было. Служение, да, слава Богу. И есть, конечно, пророчество тоже, что Бог даст еще там, пробудет народ в Эстонии. Вот, ну посмотрим. Я верю, что Богу все возможно, конечно. Аминь. Ну, интересно, конечно. Интересно то, что пробуждение такое просто, ну, на самом деле, так вот, нежданно-негаданно. Мне хотя молились, как бы, говорится об этом, но сами братья не ожидали, что вот так оно произойдет. Думали, может так, может сяк. Оказывается, вот так. Бог как хочет, так и говорит, пробуждение идти. А мне интересно было еще там с братьями пообщаться, потому что, по-моему, в Таллине проповедовал как раз, и мне было интересно, что, ну, для темы моей истории христианства. Потому что я иногда еще тоже рассказываю не только о древней церкви, допустим, да, и вот уже нашей истории, уже современной истории 20-го века. И тоже интересная история. И плюс еще рассказываем, да, темы такие беру и истории, вот эти вот реформации, пробуждения духовного, вот. Ну, контрреформации, конечно, и самой реформации вот именно. Вот. И поэтому тоже не только о древних реформациях рассказывают, вот. Не только о старинных этих вот реформаторах, пробуждениях тех, а вот и, а вот, ну, уже ближайших нам, современных уже. И тем более какие-то уроки берем тоже из этого всего. Да, слава Богу. Ну, как бы, а то я сейчас свою тему сейчас начну и историю информации, пробуждения, да? Интересно. А вам что вообще было бы интересно? Сейчас Крещение, допустим, вот праздник, да, вот, Крещение. Вот. А вчера вы были, да? Вы тоже были, да? Нет, у меня вчера не было. А, а вы были? Нет, я, к сожалению, не было, не было. и то не до конца не смогла. А, а. Вчера не было, что у нас была занята. А, а. А. Ну, да. Слава Богу, что там все записывали, значит, и загрузил, да, уже там уже ссылки сбросил, уже в сетях социальных, там, да, везде, где можно было. Так что можно будет посмотреть. А так, правда, запись, там, здание-то большое, церковное, как бы, там, озвучивает, как бы, так хорошо, надо прислушиваться. Вот. И о Крещении в эти дни как раз говорил я. Вот. И буду еще говорить тоже. Вот. Завтра, даст Бог, там, в Рязани, вот, в Баптийской церкви. Я у них уже бывал уже. Не раз уже бывал в прошлые годы. И вот как раз о Крещении. Вот. Потому что Крещение тема такая большая, это огромная. Вот. И Крещение там и самого Господа, Господне Крещение. Крещение и вот наше верующих. Вот. И Крещение как таинство, обряд, и как образ вот нашего погружения в Бога. Вот. Что погружаемся в Господа и им пропитываемся. Вот такой пример я привожу. С огурцами? Да. С огурцами. Да, это мой любимый пример вообще. Я огурцы люблю. И вообще сама иллюстрация, запоминаемая. Кстати, у нас в церкви, когда мы делали, я об этом рассказывал первые, ну, первые разы еще. Там сестричка одна принесла банк огурцов, значит, и она очень хорошо их там солит, потому что закрывает так, что, короче, и чесночка много, там, и перчика, значит, там, и травки, там, что, там, банк открыла, аж дух аж на все помещения. Вот такие, духовитые такие, знаете, в общем, ну, вкусно готовят. И, короче, банк огурцов, значит, как иллюстрацию там порезали, раздавали, короче, причасяли, причащались этими огурчиками, вот, и как бы, вот, и размышляли. Интересно было вообще, запоминаемо, вот, потому что это, про эти огурцы-то, почему? Потому что во времена написания Нового Завета и еще до того, там, лет за 300, вот, все это время и после того, тоже лет, там, 400, не меньше, наверное. Вот, когда был популярен этот язык в старой греческой икории, вот, это Новичие, так вот, значит, на котором написан был Новый Завет-то, то в старом греческом языке баптизу, это не просто, как вот в современном греческом, допустим, да, значит, окунание, погружение, в смысле, окунание, вот, а в старом греческом баптизу означало погружение, в смысле, там и остаться, и пропитаться всем этим, во что-то погрузился. И для описания соления огурцов использовалось в основном. Ну и других овощей там, просовка. И поэтому слова Иисуса, он, конечно, там, конечно, имеется в виду и по контексту, по всему, и сам обряд, само таинство это, крещение глотного. Но, если глубже посмотреть, то имеется в виду гораздо больше, чем просто даже таинство крещения как таковое, даже намного больше. Потому что слова Иисуса, даже для современного читателя можно пояснить русскоязычного слушателя, пояснить таким образом, что кто верует в меня и погрузится в меня, погрузится в сущность Отца, Сына, Святого Духа и пропитается мною, будет спасен. А кто не будет веровать, тот, так и как эти огурцы там, так и погибнет на огороде, на грядке своей. Вот, по сути, вот, призыв был такой именно войти в него, погрузиться в него во имя Господня, да, и пропитаться им, просолиться им. И тогда чудеса и знамения будут сопровождать жизнь верующего человека, который просолился. И вот греки, кстати, греки, тогдашние, древние, они, вот, малосол, баптизу не называли. То есть, они не считали это баптизским огурцом. Вот, баптизу называли только те огурцы, которые прошли полностью всю просолку, вот и до. И они уже, соль имеют, не просто на шкурке, да, внутри себя уже имеет соль. Поэтому, вот, малосол, это не то. Поэтому верующий имеется в виду, что должен быть, погруженным в Бога, да, и пропитаться им полностью, просолить, иметь соль в себе, как написано. То есть, баптиза, это крещение в переводе, да? Да, ну, по-русски, да, приводится как крещение тоже, да, крещение. Но имеется в виду, вот, говорю, Просолка, чтобы ты не отдал. Пропитка, вот, говорят, пропитка, да, да, просолка. Вот так вот. Интересно, да? Да, еще там, вот, вот этот пример был интересный, вы приводили по поводу стакана воды. А, вот тоже хороший пример, да, мне тоже нравится очень. Вода, да, я надеюсь, в стакане, в бутылке, то есть, святая, святоисточная. Вот, значит, идея, вот, вода, да, в бутылке, допустим, да, как в стакане, в бутылке тоже, это вот, этану, этану мои, вода мои, наявлите, этану, значит, рядом со мной, близко, а если, эману, да, тут уже, выпитые уже, мною. Вот, это вода уже, которая во мне уже, тоже эману, эману мои. И вот, когда пророк говорил, там, даже по номерам строну, там, перепроверял, пророк говорил, именно эмануэль, эмануил, не тамуэль, не тонуэйл, да, то есть, можно сказать, с нами Бог, а именно эмануэль, эмануэль, то есть, Бог, выпитый, съеденный нами, Бог частью нас ставшие, а мы частью Бога ставшие. Потому что эмануэль, это вот, действительно, это внутрь нас есть. Вот, и поэтому, хотя обычно, вот, переводчики переводят, всегда, как с нами Бог, исполнения пророчества рождения мессии да вот хотя в древности евреи верили что это будет действительно чудом именно божества смешанного с человеком вот и есть много примеров этому не только в пророку и сайи есть интересный пример тогдашний школ библейских вот и я пример обычно привожу школа шамая она в иудаизме не популярная современном отступническом к сожалению потому что в современном иудаизме школа гелеля считается победившая она к сожалению упор делает на формальную больше сторону на внешнюю сторону и формальную сторону школа шамая противостоявшие всегда школе гелеля и после вот разрыва христианства и израиля вот школа шамая стала забытой школ к сожалению вообще очень хорошая школа наверное в традиционном иудаизме просто они постарались забыть потому что она очень много напоминала как бы христианство очень много и вот шамай допустим учил что должен родиться свыше не просто это до христа еще до иисуса вот что должен родиться от бога новым рождением ты родился от своих мама и папа это хорошо ты обрезан ты кошерный ты исполняешь заповеди молодец хорошо но ты не увидишь царство если ты не переродишься духовно вот даже исполнение всех правил но она тебе не даст ничего вот интересный сус когда с никодимом беседовал он же не сказал что это вот я открою тебе по секрету новые учения которые ты не слышал никогда никто из израиля не слышал вот многие христиане так представляют как бы историю то на самом деле иисус сказал что ты один из учителей израиля ты ее развита не знаешь потому что в израиле к тому времени ко времени пришествия именно это накануне пришествия христа как раз рождение вот эти страсти все кипели эти споры все кипели как раз вот и кстати среди фарисеев много очень было поклонников сторонников школа шамая как раз именно вот верили в необходимость духовного перерождения это очень очень кстати серьезная вещь такая вот но у шамая в этой школе было больше вопросов чем ответов практически то есть как бы как это сделать как на происходит знали что это встреча с богом должно совершиться но как это вы я потом понимаю что именно иисус он как бы ответил на все эти вопросы вот самим собой что я есть путь истинная жизнь просто что он по сути как моисей там он негодимо сказал да возьмем змея в пустыне должен быть вознесено сына человеческого вот чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную получается опять-таки он ответ на все эти вопросы о духовном перерождении которые необходимы для человека если не родишься свыше то не увидишь царство божие то есть он опять-таки повторяет то что не шамая говорил до того до христа до нашей эры но опять-таки в отличие от шамая иисус указал на себя то есть это вот это вот революция настоящая произошла это же вот когда иисус сказал ученикам то когда он сказал если не будете есть тело моё и пить кровь мою не будете они же не испугались они живут многие ушли и вот много ушло вот эти 70 которых он посылал ну да они же ушли но все ушли фактически осталось только 12 дайте видимо колебались вот значит и слава богу за петра что отреагировал адекватно правильно что ты имеешь глаголы вечной жизни вот а так в общем то да даже многие проповедники в этом идет какой-то такое мистическое такое апокалиптическое такое совпадение и иоанна 6 глава 66 стих 666 что многие из учеников отошли от его после этого то есть как бы насчет вот вот число человеческое совпало даже с нумерацией строк главы и строки строки потому что насчет как раз перестали ходить с иисусом после этого то есть но опять таки если но иисус то предупреждал конечно учеников ты аудиторию предупреждал до интересного совпадение такое не так-то много библии глав где есть столько много стиху вообще-то вот значит и да да из иоанна 6 глава 66 стих вот вот прочтите кстати вот да с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним вот вот многие проповедники вот там еще даже старые проповедники счет чарльз парчан по-моему он еще говорил что это какое-то там такое совпадение странное очень интересное на число человечества указывается что именно ученики и чисто по плоти его поняли кого многие вещи в школе или допустим вот интересно хотя иисус предупреждал что то что я говорю вам это и есть дух и жизнь это не слова ну как бы не поймите буквально меня пожалуйста то есть он как бы он сделал такое предупреждение но предупреждение предупреждением а понимание пониманием вот и к сожалению отошли ученики вот печальные картины конечно но с другой стороны вот иисус вот сегодня я понимаю что толкование обычно у многих очень христианских учителей толкование что здесь иисус говорит евхаристия причастия хлебопреломлении вот но на самом деле это опять-таки очень ограниченное представление так как в школе гелели опять-таки представление очень таки поверхностное представление вот о том что иисус говорил вообще это получается попытка слова иисуса вогнать в рамку в рамке вот наши церковные какие-то обряды традиции да каких-то учений вот опять-таки иисус получается непонятый тогда вот и непринятый вот потому что действительно вот его кровь и да и тело это жизнь его и это как вот пропитать пропитывается тут сама горе испанологи да вот а это вот вкушает его кровь и тема мануэль мануэль да выпить просолиться вот пропитаться есть вот просто ну как бы ну сравнение съесть как агурец да да вот это вот оно в чем смысл стать как бы одним да слиться слава тебе аминь аминь принять христа верой и это не просто разовое переживание вот знаете вот как бы тоже порой представляешь что я вышел однажды сказал иисус я принимаю тебя спасителем это хорошо это это благочестиво это правильно но опять-таки опять-таки вот как вот конфликт школы шамая школы гилеля если бы гилель бы говорил он сам о это все это достаточно молодец вот еще дно по шамаю это это только начало друг как бы ты должен принимать его постоянно там да если доктор прописал там тебе пропить курс да выпил там победила о все я уже как я здоров даже но то что ты несерьезный человек тебе нужно принимать на три раза в день и по чайной ложке допустим они они просто раз там выпил там из кого все я теперь весь курс прошел 1 потому что действительность это не хотя на самом деле многие учителя сегодня тоже говорят конечно то что значит что нужно дальнейший там путь какой-то по-разному есть представление о пути дальнейшем христианина но в целом все упирается вот опять таки чтобы христос жил у нас вот прошла тайна сокрытая от веков родов открытое ныне да вот что христос в нас упование слава вот эта тайна до всех тайн самый важный тайна я об этом семинар отдельно провожу кстати в церкви об этом хорошо сказать в проповеди каком-то учении при встрече какой-то но еще интереснее знаете братья когда это все это уберешь и вот ну по косточкам разбираешь вот именно ну как учение и практически потому что учение учением опять опять-таки тоже практика практикой вот потому что есть рассказ интересный очень хороший мир нравится рассказ значит никто там негде там в пустыне жили там насчет два пустынника ну как причине причине не знаю любые или не были значит значит жили два значит неподалеку друг от друга пустынника вот значит где-то в алкидонской пустыне значит и один из них был книжный другой не книжный простой ну неграмотный проще говоря вот значит и книжный имел писание там имел какие-то книги другие вот и изучал их не книжный понятное дело не мог этого сделать но они иногда встречались это там пересекались у водопоя насчет у источника насчет и этот книжный говорит слушай брат мы так мы есть одни в пустыне как бы да насчет больше никого нету но я вижу ты чем простой неграмотный приходи ко мне хотя мы отшельники но все-таки заходи ко мне вот я с удовольствием почитаю тебе и слова божьего ты поназадаешься и мне польза я тебя что-то прочитаю и тебе пользу ну короче договорились ладно как-нибудь зайду к тебе вот и проходит время на самом деле оба смотрят книжник что значит не книжный пришел к нему готов слушать хорошо и тот книжный стал читать ну что-то из писания и слова божьего и вдруг этот не книжный подскакивает ой извини друг я сейчас мне нужно уйти короче и ушел ну ладно мало ли что то у него засрочное дело значит и день два не три неделю там как бы нет того не книжного больше мало вот может передумал брат и потом снова они где-то там у источника встречались тому допое значит и этот книжный спрашивает не книжного чё что этот раз пришел и того только там совсем ничего послушал и подскочил и все и нет тебя заходи все-таки ну как бы я предложение в силе значит этот они книжный сказал ему я все понимаю значит и я всей душой но вот то что ты прочел вот и мне уже достаточно что я и я это еще не успел еще исполнить еще вот я с этим справлюсь исполнил и предыдущих за новую порцию как бы слова можно слову и тот нижный короче раскаялся но что много читала практически не практиковал вот насчет много из того что читал вот когда осенний праздник совершается в израиле интересно есть такая традиция такая своеобразная такая наверно видели все где-то там то по телевизору показывают там вот когда об израиле показывают осенний праздник это насчет там трясут евреев такими еврейскими и кибана значит такие там улав улав трог наподобие лимона что-то похоже на лимон значит похоже на это это растение вот делался такой как бы такой букет не букет еврейский и вот берут там все там служители и все все евреи берут и трясут на все четыре стороны света этим букетом обряд очень интересно такой он имеет там символ такой большой это праздник суббот кстати праздник суббот осенний праздник кстати еще праздник будущего есть праздники которые уже исполнились вот праздники больше прошлого как бы вот пасха допустим да в пятидесятница частично вот рошашана и он про праздник трубного зоба есть праздник который еще не исполнились еще которые должны исполниться. Это праздник, опять-таки, Рош-Хашана, Йон-Труа, он еще исполнится должен при втором пришествии. Вот, значит, и Сукот, Сукот, Поставление гущей, еще называется, да, этот праздник, он исполнится во всей полноте после второго пришествия уже Мессии. Еще у Захарии, помните, говорится, что, значит, на праздник Поставления гущей будут приходить все народы в Иерусалим, когда раз, на поклонение Господу Богу. Значит, при его царстве уже там уже, в Иерусалиме. Значит, и даже написано, что те народы, которые, те там, что не захотят приходить, вот, как-то, может, в силу, не знаю, или антисмитизма, или, честно говоря, их проблемы каких-то своих, не захотят, то у них не будет дождя написано во время этого царства тысячелетнего. Вот, значит, а те, кто будут приходить, у них все это будет. Вот, и с года в год это будут делать люди приходить. То есть, это праздник, такой интересный праздник будущего. И на сухот, действительно, вот, как бы, Поставления гущей берут разные вот эти вот четыре вида растений, одним словом. Одно из них не имеет ни вкуса, ни запаха. А другое имеет вкус, не имеет запаха. Третий имеет запах яркий, но не имеет вкуса никакого. Четвертое, это рог, собственно, он имеет и ярко выраженный вкус, незабываемый. Похоже на лимон и цитрус яркий. И запах незабываемый, я думаю, яркий очень. И вот эти четыре вида растений берут евреи в две руки и потом сводят их вместе, и имя потрясают. И это, как бы, знак такой интересный. Вот, один из символов такой, значит, что те, кто, ну, ивушка там, плакучая такая есть, тоже еврейская ива, не имеет ни запаха, ни вкуса. Вот, это, как говорится, гому сапиенс, что не совсем сапиенс. Вот, скорее, такой гому. Люди, но вот такие, которые не имеют ни познания слова Божьего, и не имеют плодов Божьего слова в своей жизни. Ни теории, ни практики нет у них. И другие там растения тоже. Одни означают тех, кто имеет познание слова, но не имеет практическую, или у них хромает практическая жизнь веры. Другие, третьи там, имеют практическую, ярко выраженную такую жизнь верующего человека, но с теорией у них хромает все. Вот, значит, и четвертое, это самое идеальное сочетание, где и теория, и практика, блаженно слышащие Слово Божье, и исполняющие его. И вот их вместе сводят и потрясают на все четыре стороны. Молитва произносится, благословение. И утверждается, что однажды будет так, что Бог спасет, короче, всех. И тех, и тех, и тех, и тех. Каким-то удивительным образом. Но для меня ответ один только, в Иисусе Христе. Потому что сам Христос, Он Мессия, Он ответ на все эти вопросы. Что в нем все однажды, реально, люди, да и сейчас, все получают спасение в Иисусе Христе. Если человек признает, на самом деле, Его Господом, и просто смиряется, вот, как разбойник на кресте, наверняка, один из примеров такой Ивушки, такой Ивы, который не имел, можно предположить, теории религиозной, или слабой очень теории. Ну и практически не имел точно, потому что Он был разбойником, душегубом получается. Вот, как бы, здесь уже не до исполнения Торы. Вот, значит, Иисус сказал, ныне будешь со Мною в раю. Вот, пример, что Бог его спас на последнем издыхании, как Божие, даже. Вот, пример хороший такой. Растенец, напоминает мне о семечках при дороге. Так, хороший пример, да, да, да. Тоже так при дороге, камень, камень, у меня ферни. Просеятель, просеятеля. Да. Я вообще, как бы, даже, когда просеятели перечитывал, часто так удивляюсь тоже, как будто бы он слепой вообще. Такое ощущение, вот, да, вот, не свою не жалко, бросают. А это, как они, они раскидывают, но куда он поедет, они ж не ходят. Не, ну, все-таки, ну, смотришь, куда, ну, на дорогу ничего бросать-то, как бы, значит. Ладно, там, там, к тому не заметил, камень, там, что, но уж на дорогу швырк, значит, знаете, как-то вот. А для меня это был еще пример такой, как, откровение, неоткровение, ну, понимание такое возникло, что мы призваны сеять везде, надо, не надо. Короче, даже если увидишь, что человек, он вообще, просто проезжая дорога вообще, и, как бы, и там точно ничего не вырастет, все равно швыркнет туда, ну, прям, бросит туда, жмите, вот этот, сипечек, семян. И тех, кому перенесет. А? И тех, кому перенесет. Да, даже бывает, знаете, как, бывает, даже вот у нас асфальт вложат так тоже не очень хорошо, как бы, раз, увидишь, там что-то гласит. Да, да, да. Да, 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 так что, кто его знает, где прорастет, вот. А вот вы хрознание сказали, вот в деле уж мы читали с тобой, вот, что знание делает человека несчастным, то есть знание тоже должно быть дозировано. Вот мы на раз в этом вот этом вот учительстве, эпицерском. По-моему, в эпицерском, да. Ну, нет, маме делает, что оно делает несчастным человеком. Ну, маме Violin revel. Да, тем больше мудрости, тем больше скорби у человека. А, да, тем больше мудрости, тем больше скорби у человека. Ну, да. Потому что становясь мудрее, да, да, просто начиная больше троматься. Достаточно обkovаться, и когда видишь... Да, несовершенствуй всеметрое, вот это вот нужно довольствоваться тем, что Бог открывает на данный момент. Вот, допустим, я вот после реабилитации, вот смотрела там на братьев, на сестер какие дома умные, Я думаю, я вроде бы тоже и высшее образование, и как-то и в Библии, и Бога люблю, и стремлюсь, и молюсь, но это не открывается мне, и все, и вот пыталась, что-то какие-то верхушки хватало, и это хватало. Ну, не давно на тот момент было. А сейчас вот читаешь, как-то уже по-другому открываться. Да Бог открывать не надо, не копайся, в глубину не лезь пока. Вот это вот возьми, переработай, вот как вы и сказали, вот эту информацию, ты переработай, ты пройди. Ведь одно дело знать, а другое пережить это, понимаете, познать это, то есть на примерах, на своих вот это вот знание применить, или вот когда, тогда оно только касается и остается, и запоминается, вот как-то вот так. Да, как в той комедии, да, как говорил один мой знакомый, покойный, я слишком много знал, потому что когда он много знает, да, он не имел познания, он не надо, не надо болтал лишней, да, допустим. Вот, а есть знание, а есть познание, вот, и то же самое, там, допустим, тоже пример приводят, там, разный пример. Ну, вот если как знание, можно сравнить, вот, как бы, опять-таки, этан, да, вот, а именно вот выпитая вода, это уже, это как познание, то есть я уже знаю ее эту воду уже, я познал ее внутрь себя уже, да. Вот, что она делает, как вы работаете внутрь. Поэтому, да, и Божье слово. А, кстати, интересно тоже, когда эфесянам, там, значит, говорится о вооружении, вот, воинах христианских, там, щитверы, все прочее, член спасения, там говорится еще и о том, что, значит, это, а можно Библию, кстати, вашу? Вот, да, извиняюсь. Нет, даже вот картиночка не стекает. А, ух ты, о, как раз в тему, все оружие Божье, о, я сейчас братья покажу, кто подключился. А, вот, семеро человек сейчас у нас наблюдает. Вот, братья, смотрите, картинка хорошая, воин изображен здесь, вот, в тех времен, да, и вот, все оружие Божье, ну, и здесь тоже покажу, вот так вот. Вот, хорошая картинка, да, иллюстрация, тоже в Одессе, там, в народной этой Одесской церкви тоже проводили такое, прям, иллюстрацию очень, очень хорошую. Я, правда, не застал, только видео смотрел, я в них бывал там не раз, это писательская церковь, ее еще Воронаев основывал, эту церковь, то есть, да, она даже самая старая писательская церковь вообще там, ну, в бывшем союзе однозначно самая старая. Вот, я там бывал не раз, там даже музей Воронаева открыли, и писательское движение, Одесса, 20-е годы. Мы там даже пели песню интересную. Ах, Одесса, жемчужина у Бога, ах, Одесса, чудес ты знала много, ах, Одесса, живи и процветай, живи, моя Одесса, и Бога прославляй. Нам переделывали эти песни, так интересно получилось вообще, мне так понравилось, классно. Не, я люблю Одессу очень, очень, это целая страна, да, вот, особый дух этого города вообще. Вот, и, я думаю, непростое совпадение, что именно в Одессе началось это пробуждение, потому что Воронаев он планировал в другом месте служение вести, а так получилось, что Бог привел его туда, именно, вот, в Одессу, и там именно, и это пробуждение началось тогда, в 20-е годы. Ну, ладно. И вот о войне, вооружении воина христианского, и вот, значит, написано, «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все претерпев устоять. Итак, станьте, припоясав чрезла вашей истинною, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благоверствовать мир. А на апаче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Ну, и дальше пишут, и о мне там. Местописание как? Конечно. А послание к Ефесянам, 6-я глава, получается, ну, вот, с 13-го стиха я читал, до 18-го, включительно, начало 19-го. Вот. И вот здесь такая вещь интересная. Значит, ну, просто я... Сейчас с телефона трансляцию провожу, поэтому, как бы, нельзя будет заглянуть в телефон там. У меня там... Я себе подскачивал с номерами Стронга просто, как раз, и удобно, что для... Просто уже привык читать уже в электронном варианте там. Проще, потому что, когда нажимаешь эту опцию номера Стронга, то каждый номер разъясняет это слово, как бы. И вот есть некоторые слова, которые переводчики, значит, ну, не в обиду переводчикам, ну, переводят не так, как бы. Вот, ну, к примеру, то же самое с Эману или Этану, даже, хотя бы так. Хотя там, опять-таки, по номерам Стронга, там, да, можно перевести и так, именно, вот, Эману, можно перевести как с нами. Но это, наоборот, это исключение из правила даже. То есть это, как бы, с нами, кстати, можно перевести Эману, но в случае, если у нас есть, например, вот мы с Алексеем, да, вот мы, ну, не разлива, да, говорят. Вот, мы думаем одинаково, мы, он не успел еще рот открыть, я уже знаю, что он будет говорить, я говорю это, или наоборот, я что-то говорю, а еще не успел сказать, а он уже это знает уже. Мы вместе, мы заодно, мы в работе, мы вместе, мы вместе пашем, там, мы вместе идем одной дорогой, и так, что мы, как бы, вроде как мы одно. Но, вот в таком случае можно употребить слово Эману, как именно с нами. То есть я с ним сейчас, допустим, вот, Эману, то есть я же не буквально в нем, да, а он не во мне буквально, но можно перевести так. Но все-таки, ну, друзья, но все-таки правдивее-то все-таки написать именно внутрь нас Бог, пусть это даже для кого-то это, может быть, как-то, знаете ли, странно звучит, ничего страшного. Вот, почему бы нет, ведь в других же местах написано, что вот Христос у нас. Ну да, я смысл понял, я, можно сказать, со мной вот в это, а можно сказать внутри меня. Да, 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 я могу сказать, например, Алексей, ты моим сердцем, допустим, да, это же не буквально, что он прям завес в моем сердце сейчас, да, анатомический, как бы, нет, вот, потому что мы такое выражение делаем, да, вот, что ты моим сердцем, значит, ты вот, как мой друг сердечный, как раньше говорили, допустим, да, вот так вот, такое выражение. Ну да, оно, в принципе, как бы правильно, вот оно в этот, но глубже, вот, получается, что внутри меня, это поглубже. Это поглубже и правильнее. И вот, значит, тоже самое эфесянам, переводчики здесь некоторые, как бы, опускают некоторые такие моменты, и вот один из моментов самых таких интересных для меня было, маленькая закорючка, там, в греческом языке маленькая закорючка стоит, которой, ну, в синодальном переводе нет ее, одним словом. И вот, значит, и между 17 и 18 стихом эта закорючка маленькая стоит, греческая, вот, и переводится эта закорючка, как бы, употребляется в других местах, как через, путем, и для описания, там, это, есть такое, как бы, расшифровка тут же, в каких случаях это слово употреблялось в греческом раньше, в других книгах. Оно употреблялось для описания идти по мосту, допустим, от одного пути, от одного берега к другому берегу. Там, кто-то, Геродот, кто-то еще там высказывался, что вот идет путем таким-то, вот. То есть, получается, что между 17 и 18 стихом это слово стоит, которого нету, переводчики почему-то его, значит, не переводят. Но оно, это слово, на мой взгляд, как раз именно вот, ну, как сказать, может, не то, что ключевое, но многое, что проясняет. Если написано шлем спасения, это понятно, да, значит, и меч духовный, который есть слово Божье, и вот, если прочитать дальше, путем, через всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, стараясь о всем саму, со всякими постоянствами, молением о всех святых. То есть, я когда вот это все перечитал, именно вот с этим греческим этим оборотом, не знаю, мне прямо что-то говорят, ну, сейчас будет взрыв мозга или что-то еще, мне стало ясно просто, знаете, что мечом духовным слово Божье становится в моей жизни тогда, когда через путем всякой молитвы и прошением молясь во всякое время духом. То есть, когда я молюсь, да, я это все усваиваю, как именно свое оружие. И в этой народной церкви, в этой Одесской, там, значит, интересную иллюстрацию такую сделали. Мне вот, кстати, записи есть там на Ютубе, значит, они делали. Значит, там пастор ихний, он нарядился в этого римского воина, там, значит, там, прям, ну, реально, там, доспехи там, какие-то, ну, это, как называется-то. Да, когда не настоящие, не древние, а вот, вот, реставрируют, не реставрация, ну, да, занимаюсь там, да, такие. Вот я в Великом Новгороде знаю, там, батюшка, там, Владимир, он там занимается тоже. Вот там кольчуги они плетут, значит, там, мечи там куют какие-то, там, значит, там, и вот они там, то их на съемки фильма, то, значит, там, еще будут задействовать. Кто там, луч на арбалитной тир, там, организовали, ну, как бы, туристы, туда-сюда, вот. И вот тут тоже, вон, такие доспехи, прям, ну, классно смотрятся, красиво, так, римский легионер. И он описывал, как раз, вот, значит, вот, что в условиях боя того времени, допустим, вот, что, для чего, как бы, и зачем, и почему. Вот, и когда все это практически, прям, видишь, да, вот, и он объясняет, там, еще, вот, от чего спасает, и как нужно это использовать правильно. Вот, очень интересно получалось. И вот тоже по поводу мяча, мяча, вот, каким образом мяч, вот, действительно, приходит, ну, в твоей руке становится уже, вот, потому что нельзя, вот, их тренировали вначале такими деревянными мячами, как бы, ну, еще туда. Они только учились еще, будем так говорить, школу проходили, ну, учебка, как бы, о, чтобы они друг друга там не порубали в капусту, а когда разойдутся там, ребята уже, вот, не остановишь их уже, вот, в пылу. Народ темпераментный весь, как бы, значит, там, тем более, в основном, там, люди были наемники, вот, значит, с южных всяких регионов, значит, там, как бы, разойдутся, все, там уже не остановишь. Мячи, и только мячи, и все-то убивали, это же, бывало, даже деревянными. Вот, значит, значит, и, но рубились этими деревянными мячами, значит, вот, но когда уже осваивали, да, они получали потом уже, как бы, значит, настоящий мяч уже, вот, когда уже понимало начальство, что он может свои эмоции уже как-то контролировать, как-то, значит, их, и уже осваивали уже такой мяч уже, вот. Вот, и вот, значит, я так понимаю, тоже рассуждаю, что вот как христианин, да, есть, как бы, не то, что подделка, но, как бы, есть понарошку меч, как бы, да, а есть правдочный меч. Понарошку меч тоже хорошая вещь, как бы, может пригодиться, вот, значит, как, допустим, сейчас порой там бывает, ну, что, преступник, ограбление делают, а не настоящий у него пистолет, а игрушечный, ну, там, поди разберись, он настоящий, мало ли, как бы, там же не будешь переспрашивать, значит, пересматривать, значит, там, как бы. Не дай подержать, да, там не до того совершенно, как бы на испуг берут, значит, да, значит, вот, и, но против реального противника, как бы, значит, да, вот, эта игрушка уже не работает, вот, если, допустим, пример, представитель, значит, там, фильмы показывают даже, допустим, он зашел там с этим, с игрушечным пистолетом, значит, а там стоял парень с настоящим, достал настоящего, конечно, он свою игрушку, понимаешь, это против невооруженных, он, как бы, он герой, а против реального, там, полицейского с реальным пистолетом, он уже понимает, что это, он просто мишень, и все, вот, и вот то же самое, значит, вот, человек, он, допустим, да, имеет какое-то познание слова, божье знание, знание именно слова божьего, да, вот, и это помогает, где-то поможет, да, на самом деле, против, может, каких-то мелких проблем, поможет, да, вот, значит, решать какие-то 7-минутные задачи, тем более, что, если ты в церкви, там, наверняка, у кого-то есть настоящий пистолет, как бы, настоящее откровение, значит, да, вот, тебя не возьмешь головой руками, значит, да, вот, а если ты уже один на один, допустим, с проблемой, да, и большой проблемой, да, нужно вот настоящее оружие духовное, да, и вот настоящее оружие, рема, становится, вот, в твоей жизни путем, через молитву, это моление во всяком, и прошение во всякое время духом. Я понимаю, что, когда молишься, да, как в древности говорили, отцы тоже правильно, что тот, кто молится, тот и богослов, и только лишь тот богослов, кто молится, то есть, это богословы им называли больше в древности, а не отцы эти древности, древности, что не теоретические познания, да, а практически вот эти вот, именно, от Бога получаемые вот эти вот откровения. И некоторые говорят, там, слово Божие, да, вот, например, беру Библию, вот, с собой ношу, вот, нычь мой, да, это и правда, и неправда тоже, вот, есть графы, да, вот, например, скачал на телефон, там, допустим, пожалуйста, это графы, да, идет напечатано текстом, вот, а есть логос, да, это мудрость, это совет, и логос могут использовать неверующие люди, и используют, особенно в наше время, допустим. психологи, большинство психологов, да, как наука, как таковая, берет многие библии, ну, мудрость, это скорее всего, практика уже получается. Да, ну и практика тоже, ну, практика, если, если библия, это, эта теория, да, получается, теория, да, мудрость, это, она, как бы, практика уже считает, практика, это уже, ты уже знаешь, то есть, на себе прочувствовал это все, да, а то, когда ты читаешь, да, то ты не познал это еще, то есть, да, как бы, и знали, и не познали, да, вот, вот эти вот эти моменты. А еще есть рема. А вот как раз здесь стоит слово, где написано, которое есть слово Божье, там стоит рема Божья, буквально. Не логос даже. Логос это очень сильная вещь. И даже по отношению к Христу там употребляют слово логос. Но есть еще более сильная вещь, которая в греческом означает слово. Это рема. Рема это откровение. И не просто откровение даже. Кстати, интересно, тоже иллюстрацию такую приводили. Или, допустим, женщина проводит, молодая женщина проводит семинар, к примеру, о воспитании детей. И примеры приводят такие хорошие, и все рассказывает правильно, из писания берет места какие-то правильные. Все. Но она сама еще не рожала, и для нее это логос, в лучшем случае. А вторая женщина проводила семинар. Она уже сама и рожала, и воспитала, и дети уже состоялись. И те же самые места описания будут приводить пример. И те же самые примеры будут приводить. Но в устах этой женщины это будет уже рема. Потому что рема еще означает еще пережитая. Или уже пройденная. Что ты уже знаешь, уже действительно, ну как на уровне подсознания что ли уже. Это у тебя. Часть тебя самого. О, часть тебя самого. Это как то же самое говорят о реме, когда божьей. Вот, о слове божьем, как именно реме. То, значит, это часть у тебя, слово ставшее. Как, допустим, к примеру, если ты был болен, смертельно, к примеру, да, был болен, а потом исцелен Богом был. То познание Бога есть у тебя вот эта рема. Именно о том, что Бог целитель твой. Вот. Если, допустим, был безденежки, да, и потом вот финансово стал процветать. И ты уделяешь нуждающимся. То у тебя есть познание уже Бога вот с этой стороны, как Эль Шадая. Бога более, чем достаточного Бога. Сверх, ну, достаточно, процветание, изобилие Бога. Если, допустим, есть, и в каждой, в каждой своей сфере познает Бога с одной и с другой стороны, вот. И получается, что вот это все тоже рема божья, откровение. А по сути, Бог, он действительно, ну, как, ну, как раны, да, и много имен Бога в Писании. И каждый открывает какую-то его вот эту грань, его рема тоже, его слово открывает. Слава Богу. Такой пример тоже интересный. Мне тоже очень понравился пример вот с этим познанием. Рема как познание именно. Для меня это многое что стало объяснять. Вот то же самое, и поэтому меч духовный, меч, это тебя уже хоть ночью пробуди, разбуди тебя. Ты это знаешь. Вот, тебе, как говорится, хоть холм на голове чеши. Даже все будут говорить что-то не так, это, допустим, да, неважно, в церкви, а, там, где еще. А ты скажешь, нет, это так, потому что я это знаю просто. Я просто это знаю уже. Все. Что бы ни говорили все остальные люди вообще. Вот это рема божья. Так что, познание. Вот, и так обо всем. Кто как Бога познает. Может, на сегодняшнем как-то этапе как-то, может, кто-то как-то Бога в чем-то познает. Потому что каждый из нас проходит какой-то этап, и на каком-то этапе. Вот, мы как-то Бога познаем. Ну, вот я в церкви делился тоже. Получается, не вчера, а поздавчера. Поделился там, значит, как раз тоже там. Проблема с зятем возникла в том году. В прошлом.